Добрый день на нашем канале. Каждый день добрый день. Меня зовут Лора. Этого человечка зовут Анечка. Меня зовут Олег. Кто-то попивает горячий кофе. Снимает Соня и машет вам рукой. И мы сегодня на дне рождения. У моей подруги. Мы приехали и еще никого нет. Сидим, ждем в номере. Потому что на улице абсолютно нелетная погода. В номере холодно. У Аньки холодный носик. Нет, ладно, уже отогрелся. Сегодня как-то обещаешь, что будет потеплее, да? Я как раз хотел сказать добрый, теплый, субботний, летний день. Но это не так. Он субботний, но он совсем не теплый. Мы с Санюхой сейчас бегали на заправку купить горячего кофе, чтобы обогреться. Жутко холодно у нас. Особенно за городом оказалось нереально холодно. Анька смотрит, что папа вещает такое. Алло рассказала, что должны приехать гости. Мне кажется, знаешь, такое ощущение, что никто не приедет. Мы здесь будем одни. Ну тогда мы просто соберемся уедем. Если нам разрешат. Да? Ну, на самом деле, мы недалеко от Питера. Это Приозерский район, деревня Иваново. В общем, возле Лосево. Это где-то час езды, да? От Питера. Да, Манинка все расскажет вам. Где мы, чего мы. Вот. Это небольшой домик. Сань, снимешь, покажешь, как здесь? Рум-тур. Да. В принципе, вот вход. Здесь небольшая кухня. И спальня на три места. И тут вот санузел. Все достаточно компактно, но очень холодно. А, сверху еще обогреватель есть. Надо его... Вот этот вот? Ну, да, это термостат. Только вот от чего он, я не понимаю. Он работает, в общем... Ну вот, не знаю. И дверь не закрывается. Чек-то. А, вот, стойте. Подрежите. А, я пробовала. А, не закрывается. Не работает. Нет. Ну, как же? Я не попробую. А сколько здесь аренда в сутки стоит? На сайте было 3 900. Вот. От 3 900. Возможно, там выходные как-то дороже. Вот. Можно спросить у Лейлы, сколько это стоило. И на улице есть небольшая терраса, где можно пожарить шашлыки. Но единственное, что меня смущает, что здесь нет такой территории, как бы реки, где здесь погулять можно. Хотя, может, посмотрим по карте и пройдемся немножечко. Сейчас дождик уляжется. Вот. Можно я байку скажу? Можно. Лора все равно вырежет ее по поводу того, что если мы отсюда уедем, если нам разрешат. Я вспомнил, после школы мы поехали поступать в институт с товарищем в Москву. Я в МГУ, он в какой-то другой Вите. Мы гуляли, потому что денег было много, родители нам надавали. И мы пошли в такое заведение, в Москве называлось Шоколадница. И мы пошли, представляешь, такие богатые ребята. Пришли, шоколадное мороженое соус, шоколад, там шоколадные блины с шоколадной начинкой. Нас заказывали уйму всего. И вот нам начинают это выносить. Сначала это вкусно, безумно. Ну, знаешь, кавказские дети шоколады столько не ели. И мы это все трескаем, восхищаемся. Потом начинают уже надоедать. Потом это... А мы по пять, наверное, блюд разное заказали. И я говорю, Витя, я, наверное, не буду есть. Говорит, ты знаешь, я тоже этого есть не буду. И приходит официантка, говорит, ну, еще два блюда. Мы говорим, да, мы бы, наверное, все. И она серьезным лицом таким, ну, а мы все, подростки считай. У нас так не принято. Пока все не доедаете, вы отсюда не уходите. И я, знаешь, такой вниз все провалился. Она говорит, ну, ладно, ладно, я пошутила. К тому, что, ну, может быть, нас все-таки отсюда отпустят, посмотрим. А на самом деле она была со ножом за спиной. Да, да. Ну, по итогу, скажу так, мы это доели. Поэтому ты до сих пор шоколад не ем. Да. Ну, ладно, сейчас я его более-менее ем. Но всю армию потом два года все ребята в большей или меньшей степени мечтали поесть шоколад. О, шоколадка из дома. Я смотреть на этот шоколад не мог. Так вот на два года мне хватило. Так что нужно ходить в правильное заведение и потреблять правильную пищу. Это у нас пара за рта идет. Да. Там мы уже разжигаем огонь, а вот и виновница торжества. Огонь потихонечку разгорается. Надеюсь, у нас будет что-то вкусненькое. Здравствуйте. 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 Костерчик горит. Ну, да. Happy birthday. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же ждем. Здрасте. О, нифигаси, реально пар идет. Как я тебе говорю, что я не пошутил. Третье июня. Четвертое. Ну, тем более. Ладно, я хоть хотел как-то сгладить ситуацию третьего, этого, а не четвертого. Мы всегда идем гулять. Не знаем куда. Не знаем, что увидим. Огонь зажжен, а мы убежали гулять по деревне Иваново. Ну, пока договариваются где сидеть, вот, ставить. Ну, да, это деревня Иваново. Не путать с городом Иваново. Который вам очень понравился? Вообще, нам очень понравился город Иваново. Да, мы очень понравился, вот, Иваново. Я с огромным, прекрасным чувством вспоминаю. Здесь оленя живут. Живутки, да. Медвины живутки. Отличная спа в Иваново было. Да, кстати, хорошая. Великолепный отель. Анютка опять-таки с нами там. Анютка была в животике. Совсем маленькая, 20 метров. Где вам больше всего спа понравилось? В Тихвине. На удивление. А тебе? Ну, в Иваново было хорошо в том плане, что там на крыше. На крыше, там панорамно, знаешь, такое. А там, в принципе, по чистоте, по оснащению, то в Тихвине. В Тихвине, знаешь еще почему? В Тихвине неожиданно хорошо. То есть мы таким, извиняюсь, но слегка так пренебрежительно. Ой, какой там может быть спа. И вдруг приезжаем, все гиперчисто. Все очень аккуратно, все в прекрасном состоянии. И мое предположение... Ты же на лестнице со второго. Ну, лестница, да, ты видела, да, на видосе? Да. Очень странная лестница, береги себя. Но поскольку там не продают алкоголь, поэтому я думаю, что все в состоянии по этой лестнице спуститься. Но когда ты приезжаешь, не живешь в отеле, а приезжаешь просто в спа, ты с первого этажа заходишь, ты по лестнице не идешь. Поэтому таких опасностей нет. А видео вы сможете посмотреть на нашем канале. Когда-нибудь. Когда-нибудь я смонтирую. Лора обязательно когда-нибудь его смонтирует. Я надеюсь, мы еще в Тихвин съездим, потому что очень хочется там оказаться. Процесс работы на мангале идет активно. Видишь, первая партия уже практически готова. Здесь пошли такие вот сарделечки. Кстати, из Пскова. И вот я тебе расскажу историю. Не просто так. Наша зрительница после поездки в Псков сказала, не там вы искали продукты. Я говорю, а где искать? Мы же не знаем, мы же не лестные. А она говорит, есть такой магазин у нас. Деревня Соловьев. Я зашел посмотреть, думаю, вдруг мы там бродили рядом. Захожу, у нас в Питере есть такие магазины. Я вчера проехал рядом с офисом магазин, псковские продукты. Купил там сардельки, купил что еще? Сыры из псковской губернии. И прям поднял настроение. Так что будут сегодня частично сардельки. Шикарно, шикарно, прекрасно. Просто пиццовские продукты. И винины? Нет. У нас сегодня просто разнообразные. Кстати, у нас у Анютки первый пикник. И первая жарка шашлыку. Она в шоке. Это какое-то безумие, друзья мои. Это безумие. Все вокруг едят и мне ничего не дают. Но так вкусно пахнет. Нарезать кушками? Нет. А я не знаю, как. Целиком? Целиком? Конечно. Плавно переместились мы тогда. С одного курорта на другой. Магия кино. Мы переместились во времени, в пространстве. С поселка Лосева, Приозерского района. Опять мы приехали в Сестрорецк. Сегодня уже воскресенье. Поселок Иваново, конечно. Ну ладно. Друзья, мы надеемся, вы меня простите. Да, да. Это Лора у нас, педантичная девушка. Ну, я примерно так беру по карте. Что опять нас принесло, привело в Сестрорецк? Гуляли же на прошлые выходные. А пойдем по этой улочке? Пошли. Сегодня у Анютки был прием. Давай я коляску потолкаю. Ну, давай. Сегодня у Анютки был прием у врача. Ну, ничего специального. Плановый прием, без прививок, слава богу. Просто разбирали прикорм. Покрасовалась. Ее доктор посмотрел, взвесил, измерил. Можно я сказать, ты же мамина гордость? Ну ты на себя, покажи, ты же гордость. Всем привет, наверное. Я не помню, снимали меня в предыдущий день или нет. Снимали ли меня на этом канале вообще когда-то? Мамина гордость. Ребенок за месяц вырос на 5 сантиметров и набрал, сколько она? Полкило, да? Полкило, да. Ну, чуть больше. Так что вот. Анютка молодец. Рассказали нам подробно про прикорм, как его выводить. Мы хулиганы, мы уже ее подкармливали, потому что Аня так просила, она так смотрит на нас, жалостно, когда мы кушаем. Ну, жалостно, она орет, будем откровенны. Ну, папа изящен по отношению к своим доченькам, поэтому она жалостно смотрела, ну и кричала немножко. Поэтому вкусный замороженный кабачочек прошлогодний она уже кушает, ну и потихонечку будем добавлять там брокколи и так далее. Так вот, вернемся к Сестровецку, другой его частью. Мы вам показывали поселок Дубки в нашем недавнем влоге, а сейчас мы идем к Сестровецкому курорту, до которого мы не дошли в тот день. Ну и пройдемся, немножечко домики покажем. Покажем домики, покажем исторические места. Я упоминал, что когда-то я здесь работал, ездил на объекты, покажем. Где ты работал, твой недострой. Ну, это да. Вот здесь такие улицы, да? Это же улица Сосновая. Улица Сосновая, конечно. С классненькими, уютными домиками. Здесь очень много восстановленных дачных домиков. Такой в стиле модерн. Конец 19-го, да, начало 20-го. Очень много дач. И я думаю, что мы подойдем обязательно к деревянной беседке, которую восстановили. Так называемая Шаляпинская. Шаляпинская, да? Да, Шаляпинская. Лет 6-7 тому назад все было вообще в плачевном состоянии. Но я имею в виду беседки вот эти вот. Мы на них смотрели с Олегом и думали, может быть, когда-нибудь их кто-нибудь восстановит. Ну, она погибала, да, она прям реально... Кстати, очень много вот этих дач конец 19-го, 20-го века. Вот этот сестровецкий стиль уникальный, сложившийся. Северный модерн. Северный модерн, лора права. Он погибал и сейчас погибает, продолжает погибать. Но что-то восстанавливается. И мы надеемся, не все будет утрачено, потому что это огромная такая изюминка. Я думаю, что возьмутся за все это. И я очень хочу доехать с тобой в Репинские усадьбы. Ну, вот один из вариантов. Здесь, конечно, так скажем, слабенькая реконструкция всего этого. Как смогли, да. Но хотя бы эта архитектура не потеряна. А, такие еще есть заборы и домики. Неприступные. А вообще, благодаря грязям своим, минеральной воде, Сестровецкий курорт вот на этом стыке веков 19-20-го очень сильно развивался. Сюда даже была брошена и до сих пор функционирует ветка железнодорожная, куда приходит. Ибо поток людей нарастал с огромной силой. И даже в какое-то время стали поговаривать, что несмотря на нашу любовь к Петербурге к Бадену, Сестровецкий курорт вот-вот победит. Но потом, конечно, произошли потрясения Великой Октябрьской социалистической революции. Немножко было утеряно, но, скажем так, до сих пор, я думаю, при своей незавершенности, вернее, нереставрированности полной, Сестровецкий курорт продолжает работать, пользуется спросом. Как Лора упоминала в одном из наших видео, очень высокие цены. Здесь будет видно, вот образец этой архитектуры. Посмотрите, какая резная часть дома, панель. И весь домик такой. Да, и вот эти вот башенки. Вот здесь как эркер, да, с таким вот... С резьбой. С резьбой, да. Резной палисад. Ну, не знаю, надеюсь, будет видно, конечно. Вся эта красота заросшая. Вот таких вот домиков здесь очень много. Это тоже был такой шикарный особняк с деревянными резными панелями. Выложен елочкой. Ну, фасад выложен елочкой. Ну, вот его, конечно, законсервировали, но все равно он весь обвалился. Вы знаете, когда он стоял еще, мы приезжали на работу. Каждый раз приезжаешь, в любую погоду, в любом настроении, удивляешься, восторгаешься, как все-таки было сделано, какие детали великолепные, какая тонкая работа. Может, видно, нет ажурные окна. Все равно, наверное, видно не будет за сеткой. Это нам видно, камеру, наверное, будет не видно. Вот эти вот детали окон из тонких-тонких рамок. Виртуозно сделано, и мы так радовались, что такая консервация серьезная. Сейчас начнутся работы, но, видно, денег хватило только на консервацию. Перешли мы сам курортный парк. Здесь поют птички, сосны, аромат такой приятный. Но это место мне отдаленно напоминает Кисловодск. Кстати, съемки мы проводили с разрешения местных птиц, то есть их пение на легальном основании мы можем передать вам. Классно поют, да? Да. Намного лучше, Ну, ты громко поешь, ладно. Я пою громко. Это как в той истории. Петь любил, но не умел. Здесь еще плитка такая советского. Наверное, происхождение. Я думаю, здесь ничего не реновировалось. Ну, то, что плитки точно не реновировалось. Пятиклумбы, да. Да и сам курорт. Все еще держится, да. Да, наверное, так мельком покажем. Корпуса старые. Почему мы... Ну, не то, что возмущаемся, мы удивляемся. Корпуса старые, а цены новые. Цены гиперновые, да. Кстати, надо будет дойти здесь каким-то чудным образом. РБА удалось отжать кусок земли и построить многоэтажные дома, да, жилой комплекс. Мы долгое время здесь не гуляли, потому что тишину умиротворения этого парка нарушала стройка. Просто удары какие-то, как в курортной зоне разрешили. Ну, как-то, да. Вы знаете. И в Кисловодском курортке тоже. И получается уже вот часть парка, она отделена, и площадь прогулок резко сократилась. Она и так была относительно... ...небольшой для нас, во всяком случае. Да. Центральное здание, административное, скажем так. Здесь же наливают водичку по времени. Покажем, во сколько. Любой человек может прийти и набрать воды себе. Здесь же бассейн. В этом здании бассейн, да? Я думала... А, грязелечебница отдельно. Грязелечебница здания отдельно, да. Бассейн в этом же здании. Календарь русской природы. Слушай, как. А, сделали, наверное, прокат велосипедов и, наверное, палки дают. Палки. Сейчас покажем, когда воду дают, если её ещё дают бесплатно. А, это электрички. Для посторонних закрыт. Всё. Уже для посторонних закрыто. Ну, какие же мы посторонние? Мы все свои. Как всё быстро меняется. Да. И давай ещё расскажем, как хорошо, что в Кисловодске всё ещё бесплатно. И вода, как. Я не устаю. Не, ну, всегда было. Когда, помнишь, Соньке показали из Нарзанной галереи первый раз по WhatsApp. Она говорит, папа, папа, а сколько вода стоит? Я говорю, бесплатно. И такое впечатление, что ребёнок хотел прыгнуть в WhatsApp и оказаться в этой галерее и напиться минеральной воды бесплатно. Жилой комплекс достаточно высокий. Я-то думала, он этажа три будет. А здесь, наверное, все шесть этажей, да? Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, Олеж. Вот. Не думаю, что нам удастся подойти ближе. Да, зачем? Да. Ну, вот факт в том, что отжали часть парка, да, и построили жилой комплекс. Народ плачет. Я понимаю, в Кисловодске, что отжимают там куски у парка, который больше тысячи гектаров. А здесь вот этот кусочек, вот такой вот совсем-совсем, и здесь, наверное, существенная часть территории просто ушла, и все. Кто? Ну, надеемся, когда-то кто-то отдаст ответы на эти вопросы. А смысл? Уже построено. Уже построено. Вот и получается, что по парку уже не погулять, ездят только машины, и и на этом все. Как-то так грусть печальна. Ну, ладно, это вот старое здание лечебного корпуса, а это уже вот новые постройки. Ставлю я свои пять копеек, что все равно построена не очень архитектура так себе. Да, где выдержанные вообще просто, да. Как-то печально и плачевно. Напоминает чем-то даже застройку, как у мамы дом построен. Сделали бы в таком стиле. Да, да, вот кирпич, панели вот эти вот деревни. Да, да, да. Машинками. Ну, тут вообще просто очень странное сооружение. Вот. А мы все брыжжим. Лежать здесь свой кисловодский и брыжжить. Да. Раз вам так не нравится. Напишет некоторые зрители, будут правы. И будут правы, да. Надо радоваться тому, что есть. Радуемся, товарищи, радуемся. И главное смотреть по сторонам, чтобы машина не сбила в парке. Детская площадка, даже какая-то куция есть. Стоит выйти к заливу и тут сразу ветер и наверняка шум и вы меня скорее всего плохо слышите. Ну, как я всегда говорю, то, что одним плохо, другим счастье. посмотрите, сколько летает водных лыжников. Это просто что-то. Все побережье. Для этих спортсменов самое что-то по погоде. Морка не парит над волнами. И буквально 50 метров в сторону от залива в направлении главного курортного корпуса уже намного тише, намного спокойнее, каким-то магическим мановением ветер утихает и воцаряется приятная курортная атмосфера. Давайте насладимся этой курортной атмосферой сполна. Воздух, правда, хороший. Немного о Сестрорецком курорте в цифрах и фактах. Можно будет почитать, остановить, кому интересно. Курорт. Лечение и место. На немецком. Немецкие традиции. Куда деваться. видишь, на празднование двухсотлетия Санкт-Петербурга в 903 году в курорт приехало 9 тысяч человек. По тем временам сумасшедшее количество людей. И вот то, что предлагается на сегодняшний день. Хотя какие-то номера показаны, что они восстановлены. у меня здесь знакомые в восстановленном. Так, сейчас все, выключаем. Не прошло. Это замечание не проходит цензуру, потому что оно недостаточно позитивно. Все хорошо. Все хорошо, да. Мне очень понравилось. Она была в дичайшем восторге. А сколько стоило, ты не помнишь? Слушай, она отдыхала. Во-первых, она сбежала. А, ну это хорошо. Ну бывает. Просто от переизбытка чувств. У меня тоже когда-то было, я не помню где. Мне так понравилось, что я убежал, понял, что если я еще останусь дальше, то я с ума сойду от восторга. Вот это как раз-таки жилой корпус, чтобы вы понимали, в каком-то состоянии. Вот. И вот где кондиционеры, это, короче, как раз-таки реновированные. Да. Улучшенные, скажем так. Опознавательные знаки. Да. Тут ресторанчик. Или что, в деле? Видишь, в таком все плачевном, дико плачевном состоянии. Все крайне неуютно. Опять-таки, я судила по фотографиям и видео. Намотав два круга по парку Сестровецкому, мы вышли опять на ту дорогу, с которой начинали. И вот хотим показать вам вариант восстановленной, восстановленного дома. Такая вот красивая архитектура была. Есть и будет. Сестровецкому. Да. А теперь Олег скажет сокровенные слова, сакраментальные. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, информацию. Так что, пишите. Пишите. Мы будем очень благодарны. Берегите себя. А вот еще один восстановленный домик, кстати. Мне кажется, это все на одной территории как раз. Может, какой-то девелоперский проект. А вот и Манюнька у нас проснулась. Говорит, все. А нет, говорит, я тоже хочу поговорить с нашими зрителями. Что? Моя красотка, сейчас тебе подниму. Выспалась. О-о-о. Где маленькие красавицы поживали? Я так пока покажу, что дальше. Здесь вот как раз-таки старая, невосстановленная еще дача. Видите? Примерная архитектура у всех домов была одинаковая. Вот. И сейчас Олег Евгеньевич все-таки попрощается с нашими зрителями. А то у нас видео и так получилось очень длинное за два дня. Надеюсь, вам было интересно погулять с нами. Спасибо большое, что досмотрели нас до конца. Всего вам самого наилучшего. Интересных путешествий, приятных открытий, крепкого здоровья и пусть каждый ваш день будет добрым. Пока. Пока.